Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и я ее ведущий Никита Васильев. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы поговорим о такой важной теме, как помощь старшему поколению, помощь пожилым людям. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что именно эта категория граждан по тем или иным причинам в нашей стране считается, говорят так, одна из самых незащищенных, к сожалению. В силу разных причин, но тем не менее. Это особенно актуально, наверное, сейчас, в век современных технологий, когда развивается цифровизация. Ну и, к сожалению, вместе с этим развиваются и различные мошеннические схемы. Люди тоже есть всякие, да, и в том числе на наших ветеранах, на наших пожилых людях пытаются как-то нажиться, навариться. Но, к счастью, есть люди, которые нашим старикам, людям пенсионного, предпенсионного возраста помогают. И вот как раз-таки о таких людях, которые защищают людей старшего поколения от злоумышленников и также повышают их финансовую грамотность, мы сегодня и поговорим. А поговорим мы о проекте «Волонтеры финпросвещения. Помощь старшему поколению». Сегодня вместе с нами те, кто придумал, да, те, кто реализовывает этот проект, кто помогает реализации этого проекта. Татьяна Николаевна Арсеньева, руководитель проекта «Волонтеры финпросвещения. Помощь старшему поколению». Заместитель председателя общественной палаты Тверской области и руководитель регионального клуба «Мы вместе». Татьяна Николаевна, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам сегодня в программу. Лариса Борисовна Щербакова, председатель Совета Федеранов Тверской области. Здравствуйте, часто вы гости у нас на канале. Спасибо большое за визит сегодняшний. И Сергей Алексеевич Веремейнко, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Спасибо большое. Добрый вечер, спасибо. Здравствуйте. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, номер прямого эфира 3190. Вы можете звонить и задавать свои вопросы непосредственно участникам нашего сегодняшнего общения. Ну, Татьяна Николаевна, наверное, с вас начнем. Вы как главный инициатор, реализатор проекта на территории Тверской области. Расскажите, пожалуйста, о проекте, что это такое, в чем его суть и как давно он на территории нашего региона реализуется. Спасибо. Я хочу несколько слов сказать позитивных в начале нашего представления проекта. В канун праздника Дня народного единства и согласия мне очень хотелось бы поздравить, пользуясь возможностями телевидения наших жителей Верхневолжья. Пожелать им здоровья физического, пожелать им здоровья психологического и адекватного восприятия тех вызовов, которые сейчас стоят перед нами в условиях пандемии. Понимание того, что только вместе мы можем справиться сейчас со всеми этими проблемами и что мы друг друга должны поддержать. Мы должны обязательно вакцинироваться, потому что другого способа нет сейчас нам в этих ситуациях жить и работать. И сказать о том, что вот одной из тем нашего психологического здоровья и психологического благополучия стала тема нашего проекта «Волонтеры финансового просвещения». Проект реализуется Фондом развития молодежных волонтерских программ совместно с Тверским государственным университетом, с волонтерским центром при финансовой поддержке Министерства социальной защиты населения. Но на протяжении года, пока мы реализуем этот проект, к нам присоединились такие серьезные и важные партнеры. Это представители органов государственной власти, это Тверское отделение Центрального банка России, это Совет ветеранов Тверской области, вот здесь мы присутствуем вместе с партнерами. И проект реализуется достаточно масштабно, благодаря этому, на территории всей Тверской области. Основная задача проекта – это помочь людям, которые сталкиваются ежедневно, а мы знаем, вот в СМИ постоянно идет информация о том, что тот или иной человек стал жертвой мошенников. И, к сожалению, чаще всего это люди старшего поколения. И задача не только рассказать, показать им, что они могут сделать в ситуации, когда к ним обращаются мошенники, но и вообще помочь им, особенно в условиях пандемии, когда не всегда можно выходить из дома, когда многие вопросы можно решить из дома с помощью мобильных устройств, вот как раз пользоваться мобильными услугами банков, мобильными услугами при приобретении товаров первой необходимости. И, наконец, вот три таких вектора. Первое – это безопасность, второе – это знакомство с банковскими услугами и продуктами. И третье, то, что показал нам проект, стало тоже очень актуально в процессе занятий с людьми старшего поколения, что сейчас очень многие банки предлагают не только сохранение своих средств, они предлагают инвестировать средства. И когда человек не понимает о том, что ему предлагают, и доверяются лишь тому, что вот приятная девушка или приятный молодой человек, поверю ему, то они очень часто могут оказаться тоже в достаточно сложной для себя ситуации. В рамках проекта волонтеры, специально обученные, специально подготовленные при супервизии сотрудников Центрального банка помогают познакомиться со всем этим, даем памятки и даем возможность быть с нами постоянно на связи в случае возникновения каких-то вопросов и проблем. Вот это самое короткое о проекте. Мы сейчас будем потихонечку в процессе беседы уточнять, развивать ту мысль. Вы сказали несколько таких ключевых позиций, инвестирование, работа со своими финансами. Что для нас, для людей, может быть, более молодых, это понятно, это очевидно. Но вот, Лариса Борисовна, как это все воспринимается людьми более старшего возраста? Понятно, что далеко не все из них вообще знают, о чем идет речь. Как они в это вливаются и насколько, на ваш взгляд, важна такая работа волонтеров этого проекта, в том числе с ветеранами и с пожилыми людьми? И работа эта очень важна и очень нужна. Более того, я могу заметить, что вопрос этот зрел не в одночасье и не в одну секунду. Это все за последние буквально, скажем, 10-5 лет, когда стали появляться новые мобильные телефоны. И я хочу сразу сказать, что у нас же, когда принимают правительство Российской Федерации, депутаты Госдумы рассматривают комплекс каких-то вопросов, цифровизации касаемой, каких-то технических новшеств, которые входят в нашу реальную жизнь. Иногда, мне кажется, не очень внимательно задумываются над вопросом, а что же будут в этом, как будут вообще жить в этом новом каком-то мире, вот эти люди, которые пришагнули уже пенсионный возраст и являются там 60+. Более того, да, уже все научились пользоваться мобильной связью, телефоном, но у многих кнопочные еще телефоны. Вот Татьяна Николаевна это видела в момент наших встреч. Но те, у кого есть уже возможность приобрести такой более-менее современный этот телефон мобильный, то, конечно же, они видят, как можно с ним работать. Насколько это удобно. Да, да, но, конечно, вот. И более того, второй момент, я когда иногда вот задавала эти вопросы, там, будучи на заседании в правительстве, там, нашей Тверской губернии, с кем приходится общаться в рамках каких-то советов, ну, как-то все говорят, да, ну, наверное, что-то надо, надо какой-то ликбез, какую-то что-то там, какую-то такую практику, но как это вот, как это вот уже реально, это перевести на реальности, пока еще никто не задумывался. Вот я всегда говорю следующее, что вы понимаете, мы просто теряем эту категорию людей, они остаются, и не надо уповать на то, что они, там, у них есть дети, внуки, очень много людей сегодня, мы не живем большими семьями, как это было прежде когда-то, где нет трех поколений сразу. Более того, есть неблагополучные внуки, да, которые заняты какими-то такими не очень хорошими делами, да, и поэтому эти люди остаются просто одинокими, так одинокопроживающие. Вот они не одинокие, но они одинокопроживающие, и кто им там придет на помощь, кто им там поможет. Я только могу одно сказать, что когда начались вот эти финансовые мошенничества, у нас буквально телефон обрывался, особенно это было где-то полгода назад актуально, потому что звонят и говорят, вот, я там последние 500 тысяч, там гробовые лежали куда-то они, теперь уже кто-то их увел, там кто-то чего-то каким-то образом. Я говорю, ну что ж вы там, а вот так вот, ну вот я поверила, сказали, что из банка очень такой голос был приятный. Что там греха таить, я могу сказать, что я лично тоже была однажды подвергнута такому нападению, и могу вам сразу сказать, что действительно приятный голос, мы начали очень хорошо общаться, так это, я так серьезно к этому отнеслась, вот. Но дело в том, что меня только остановил только такой момент, что когда мне было сказано, что с вашего вот сейчас сбербанковского счета это снимается там 15 тысяч рублей, а я понимаю, что у меня на сбербанковском счете нету никаких рублей, вот, поэтому вот это все и закончилось. Ну, это вот мы, да, люди, которые, я еще раз говорю, более, скажем так, молодые, да, которые с этим знакомы, а легковерные наши ветераны-пенсионеры, конечно, эти удочки клюют гораздо чаще, к сожалению. И деньги, да, действительно, и Татьяна Николаевна сказала, и вы подтвердили, деньги там всегда немалые, как правило, о больших суммах идет речь. Что ж, мы продолжим разговор о важном таком проекте по финансовому просвещению наших пожилых людей. После небольшой рекламы мы вернемся совсем скоро, не переключайтесь. Мы возвращаемся, вы смотрите и слушаете программу «Тема дня». Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, а темой нашей сегодняшнего разговора является проект «Волонтеры. Фильм просвещения. Помощь старшему поколению». Я напомню, что до перерыва мы уже начали говорить о том, что это за проект, как он реализуется на территории Тверской области и кто в нем принимает участие. Сергей Васильевич, к вам вопрос следующий. В этом году, да, в этом созыве, точнее, Тверскую область, Верхневолжье представляет такая мощная территориальная группа, да, депутатов. В том числе среди них вы, в том числе среди них волонтер, да, Тверской области Юлия Саранова. Мы знаем, что вы тоже оказываете подобного рода проектам большую помощь. Расскажите об этой работе и вообще, на ваш взгляд, насколько важна реализация таких проектов для всего региона и для наших пожилых жителей. Ну, добрый день еще раз, Никита, большое спасибо, что пригласили в канун праздника народное единство и согласие в этом году, мы так отмечаем, наверное, его будем скромно отмечать, потому что, понятно, и Государственная Дума сейчас занята, наверное, самым главным, это, конечно, борьба с ковидом и вакцинация населения. Ну и, конечно, бюджет, государственный бюджет, мы должны его принять для того, чтобы деньги в территорию, в области поступили у нас уже 1-2 января. То есть, в прошлом созыве мы этого добились, поэтому сейчас работаем с Силуановым, с министерством финансов, с правительством для того, чтобы принять бюджет. В первом чтении мы его приняли, сейчас во втором. То есть, деньги будут, бюджет у нас нормальный, бюджет развития, поэтому, думаю, мы будем развиваться, несмотря на пандемию. Хотя серьезнейшее положение, и дистанционные методы разговора, они все больше и больше, конечно, они нужны, но, действительно, люди отстают от этого. И в Думе, вот в этом году мы пока еще до этого не дошли, потому что, действительно, пандемическая ситуация такая серьезная, и вы это лучше меня знаете, но не лучше, знаем мы все вместе. Конечно, давно мы там во всем варимся. И у нас принципиальный разговор был с Коммунистической партией России, и с этим они использовали этот... Вы помните, перед выборами мы же все призывали всех вакцинировать, причем на Сталин. Они это использовали, предвыборная агитация, мы стали терять голоса, и, конечно, мы тоже уступили, сказали, да, добровольно. Все добровольно очень хорошо, но оно должно иметь свои пределы, поэтому я сам сторонник жесткой вакцинации населения, как это было при коммунизме. Нас вакцинировали, не разговаривая ни с кем. Я сижу рядом с коммунистической, с Зюгановым, через... Я говорю, ну, слушайте, что вы несете? Мы раньше вакцинировали всех поголовно, а уж не говоря, если в студенческие зачет не поставят, не пустят до сессии, на работу не пускали. Да, добровольно, только добровольно. Люди же не понимают, им нельзя... И в этом случае я вот с Жириновским согласен, как бы ни было, вовсе говорят, ну, нельзя такой выбор давать людям. Хочешь – работай, хочешь – вакцинируйся, хочешь... Слушайте, это серьезная ситуация, и мы с вами докатились до нее. Вот, на самом деле, мы... Ну, Государственная Дума принимает законы, обычно опережающим темпом происходит... Конечно, мы приняли там закон о цифровизации и так далее, но сразу возникают многие вопросы, проблемы, которые сопутствуют всяким этому развитию. Приходится что-то ограничивать. Допустим, принципиальные вопросы в прошлом созыве – это были, когда по микрозаймам закладывалась недвижимость, а потом отжимали эти компании, мы запретили. Эти колл-центры, помните, в тюремных зонах, там тоже работали. И там сидели люди, и там обманывали людей ласковым голосом. Это тоже мы запретили. Мы микрофинансовых организаций заставили повысить уставной капитал до 5 миллионов, от 5, а раньше было там всего 10 тысяч. Все это, вот такие меры мы принимаем. Но надо сказать, что мы... И вот сейчас вот мы говорим с вами, и до этого я думал, что как-то надо воздействовать на эту агитацию, рекламу, которая производится голосом. Это вообще ненормальное явление. Мы, конечно, с вами не покупаемся на эту, но, может, на первых порах могли купиться, потому что, когда там завораживающим голосом кто-то лепит вам, так сказать, не зная что, и это как бы доходится. Мы с вами отключаемся. А люди старшего поколения... У меня мама даже попадалась на эту удочку. Вот, у нее, правда, карточки не было. А так они по телефону звонят и говорят. Поэтому вот этот проект, который осуществляет наша Татьяна Николаевна рассказывала, и Лариса Борисовна, мы вместе, и волонтеры наши, он вообще невозможно переоценить его. Обязательно надо и там запрещать, но мы же всегда опаздываем к этому, и просвещать обязательно. Мы никуда не уйдем с вами от цифровизации. Надо с ними работать. Причем надо понимать, грамотности тоже после революции там обучали. С трудом всех. С трудом. А это такая же грамотность. Люди так же не понимают, хотя там все просто, но не понимают. Надо доводить. Надо работать постоянно с ними вместе. Первое, конечно, осторожно. Одна брошюра уже многого дорогого стоит, как ценный документ, материал, где говорит, как общаться с машинниками. Если нет, выключай и так далее. Это первое обучение. Потом уже все остальное. Потом, конечно, мы с вами и с банковскими работниками общаемся. Даже если они там предлагают нам хорошие вещи, слушайте, мне порой от количества предложений я не понимаю. Я сам банкир. Более 10 лет там возглавлял банк крупнейший в России. Я даже не понимаю, что они мне предлагают. И то, то, размести так. Это как вам по телефону звонят, по мегафону, или начинают, мы вам предложили такую услугу, вам будет так хорошо, а в результате не списывать вас будет. Ничего не понял, но очень интересно. Очень интересно. Но смотрите, нюанс в том, что с вас же могут списывать сколько хочется. Вы даже не поймете. И люди этого не поймут. Конечно. Телефона работает закон больших чисел. С каждого по рублю уже 100 миллионов рублей. Конечно. Поэтому Дума, конечно, будет поспевать за вами, потому что предложения все равно здесь формируются. Почему нам и губернатор говорит, и, понятно, руководство государственное, вот я приехал на региональную неделю, вот такой список поручений, которые должен вынести от людей для того, чтобы они могли приобрести законодательную инициативу и вылезти в закон. Поэтому, конечно, работаем. Мне кажется, Сергей Алексеевич, очень важную вещь сказал, Александр Николаевич, современное обучение цифровизации, это действительно грамотность 21 века. Ну, может быть, не для всех, но, по крайней мере, для пожилых людей точно. Расскажите, кто учит вот той самой грамотности 21 века наших пожилых граждан? И не случайно, наверное, именно волонтеры финпросвещения вынесены в заголовок проекта, в название проекта. Да, дело в том, что основную массу наших волонтеров, хотя разного возраста есть, но это в основном студенчество. Это молодые люди, которые сами легко владеют всеми этими технологиями, но для того, чтобы они могли донести правильно для представителей старшего поколения, мы проводили их обучение, очень серьезное, проводили у нас сотрудники отделения Центробанка, и они не только знания необходимые для себя получили, но они еще и получили навыки, как психологически правильно работать с людьми старшего возраста, и это помогает нам выстраивать неформальные отношения, выстраивать индивидуальные траектории, потому что все мы разные, и даже в одной группе, группы, как правило, небольшие, 10, ну максимум 15 человек, все воспринимают по-разному. Вот волонтеры для того и нужны, чтобы волонтер мог каждому конкретному человеку помочь в том, в чем у него есть потребность. Лариса Борисовна, ну вот как Вы бы оценили, вот то, какую получают, да, информацию пожилые люди, то, как они на нее реагируют, и как впоследствии повышают свою финансовую грамотность? Вы вот с этими людьми, да, как я еще раз говорю, общаетесь, работаете непосредственно? Наши ветераны реагируют очень позитивно. Я, кстати, вот мы с Татьяной Николаевной когда продумывали эти встречи, мне казалось, ну думаю, наверное, так скучновато, может быть, все-таки придут банковские служащие, да, у них там всякие проценты, они любят это все там, что-то такое, но как бы не уснули совсем наши старики. Но однако же, нет, все зависит еще и от тех, кто подает, подача какая. Очень хорошая была вот эта волонтерская группа, которая начинала, и даже проводили мы уже в Калининском районе, так давно, вот на базе Кабулковского сельского поселения, вот, и как раз я там проезжаю мимо, потому что я тут на 50% уже сельский житель, вот, остановилась, думаю, заглянуть, посмотреть, как там все происходит у них. Очень довольны, все сидят, уже перешли время, Рубикон, но продолжают задавать вопросы, значит, интересно. Вот, поэтому, конечно же, есть уже польза, единственное, что мы сегодня говорим о том, что нам надо расширяться, вот расширять и расширять. Поэтому я бы что сейчас обратилась, ну, к тем, кто нас услышит. Не обязательно это прям совсем старшие люди могут это слышать, и более молодая публика могут подсказать своим родителям, потому что они заняты, я понимаю, кто-то учится, кто-то работает вахтовым методом, куда-то уезжает далеко. Сказать следующее, что можно обратиться к нам в Тверской областной совет ветеранов с просьбой войти в состав той или иной группы по финансовому просвещению. Находимся мы очень достаточно досягаемо в центре города, там же, где депутаты законодательного собрания Тверской области Советская, 33, первый этаж. Прям 102-я комната, в любом случае там есть охрана, она всегда скажет, где, что и как. Желательно это делать с 9 до часа, то есть в такие рабочие дни. И телефон на всякий случай назову, 34-25-15, позвонить предварительно, ну кто так понастойчивее, дозваниваются. Но всегда, в любом случае, еще раз говорю, что можно подойти, если вдруг никого-то не оказалось в кабинете в 102-м, охрана всегда скажет, где, куда, чего, запишут, оставят фамилию, и мы свяжемся и скажем, куда можно войти в такую группу, потому что нам будем продолжать, конечно, проект будем продолжать, несмотря ни на что. Мы сейчас надеемся, кстати, на то, что Татьяна Николаевна уже своим ресурсным центром, они выходили на грантовую поддержку правительства Тверской области. И я знаю, что экспертная группа положительно оценила этот проект, поэтому надеемся, что получат какие-то региональные финансы, сюда вольются, для того, чтобы мы вот именно расширили эту группу и могли уже даже выйти куда-то пошире и в районы области, не только, так сказать, замыкаться, Тверь, там, Калининский район, что-то еще. Сергей Сергеевич, к вам такой вопрос, вот вы общаетесь с коллегами, да, депутатами из разных регионов, в том числе, насколько вот этот опыт важен, насколько обмен опытом важен при реализации таких проектов, и если сравнивать, допустим, с другими регионами, да, вот на каком уровне мы по вот этой вот цифровой, скажем так, грамотности населения общей пожилых людей в частности? Ну, уровень грамотности я пока не могу оценить, самое главное, я хочу, чтобы до людей донесли, чтобы они к своим волонтерам, как к своему менеджеру по банку обращаются, когда к ним приходится такой заявка, они сомневаются, там, допустим, они позвонили, сказали, я позвоню, как звонок другу, и позвонили туда, но на самом деле, это вот беспрецедентное такое начало, благодаря Татьяне Николаевне, Ларисе Борисовне, нет, потому что, и всё-таки у нас сейчас и губернаторам поручено работать над созданием, там, комитета по делам ветеранов и так далее, это важнейшая работа, и это на правительстве он говорил, потому что, ну, на самом деле, что говорить, мы как-то неправильно ценности расставляем, потому что ветераны – это наше будущее, это ваше будущее, это моё будущее, уже, правда, ветеран, и любого человека, вот там, кто сидит в операторской, а вот детство – это наше с вами прошлое, на самом деле, оно уже к нам не вернётся никогда, понимаете, поэтому от этого зависит, как мы к ним относимся, как мы им помогаем, как обучаем мы этого, да, с ними надо нянчиться, потому что многие из них в детство уже впадают, вот, но это наши люди, они для нас цены, если у нас так будет выстроены, и у нас в этой области, вот, благодаря этим людям, губернатору Тверской области, там, правительство понимает, понимает, если будет так, то это будет здорово, и я считаю, мы в области одни из самых первых в России. Наша область, да, да. Ну, вот вы тот человек, который непосредственно, можно сказать, нянчится, да, как Сергей Алексеевич сказал правильно, поддаются, на ваш взгляд, да, скажем так, пожилые люди обучению, и у меня такой ещё вопрос, там много составляющих в этом проекте, да, и гаджеты, и инвестиционная составляющая, что вот, на какое направление вы, может быть, видите самым важным, ключевым для них? Ну, я думаю, что ключевые направления, они приходят к нам в виде обратной связи. Вот на сегодняшний день самое актуальное, безусловно, это вот оперативное реагирование на мошенничество, и для этого мы в игровой форме ведь всё делаем, мы не просто им рассказываем, мы создаём ситуацию, как вот может это возникнуть, и как отреагировать, чтобы они прямо здесь и сейчас учились давать правильную реакцию. И очень востребовано, и очень просит нас продолжить занятия на тему пользования мобильными банками, гаджетами, потому что в условиях, опять же, пандемии люди понимают, как важно уметь этим пользоваться и защитить себя от лишних контактов и, может быть, от лишних каких-то там стрессов. Поэтому мы думаем, что вот это направление, оно будет активно развиваться. Мы будем также всегда в рамках наших занятий, у нас есть специальный такой раздел, когда мы на вопросы отвечаем и готовим следующее занятие, исходя из запросов людей, которые приходят на это занятие. И я думаю, что тот результат, более 200 человек нам уже удалось обучить, и запросы есть, и волонтёры есть, которые хотели бы продолжить работать в проекте. Я думаю, что благодаря таким замечательным партнёрам, с которыми я сегодня здесь, мы и помощниками, я думаю, что мы сможем этот проект далее очень масштабно развивать. У нас несколько минут остаётся до окончания эфира. Я вот хочу, чтобы вы дали несколько советов. Не советов, вернее, а расскажите. Вот, допустим, нас сейчас смотрит пожилой человек. Он хочет научиться владеть смартфоном, уметь пользоваться различными мобильными банками. Что ему делать, куда идти, как обратиться, чтобы повысить свою ту самую грамотность цифровую, финансовую? Ну, во-первых, если есть хоть какая-то доступность к ресурсам электронным, у нас есть сайт, у нас есть телефон этого проекта. Но вот мы отработали с Ларисой Борисовной, я считаю, самый надёжный вариант. Когда человек, либо он в центральный обращается, совет, либо он по месту жительства, потому что практически все руководители региональных отделений Совета ветеранов, они в теме. И можно просто позвонить своему руководителю по месту жительства и сказать, что хотелось бы войти в группу, в ту или иную. И мы, безусловно, максимально быстро отреагируем и включим людей. Кроме того, это если человек работающий, допустим, то он тоже может обратиться и в такие организации, которые есть практически везде, Советы ветеранов есть. Вот мы работали с вагонзаводом в этой теме, мы будем работать... На предприятиях какие-то? Да, да, на предприятиях. На крупных предприятиях. То есть они тоже могут обратиться и сказать, что мы хотели бы принять участие в проекте. Это самое лучшее, когда от людей. Потому что больше доверяют людям. Конечно. И ветераны, прошедшие, вошедшие в группу, должны этих предлагать. И надо их всех получить, чтобы они общались и все. И не чувствовали себя. Чувствуете такое общение, когда завязывается вместе с ветеранами, друг с другом, то есть вместе с волонтерами. То есть общение, оно идет. Они у нас очень активные ветераны. У нас очень, кстати, вот... Я говорю, это наш авангард. Инвалиды, это, говорю, наши самые здоровые люди. Это точно. Потому что они веселые, приезжают везде. Мы с ними там вместе, чаи. И жизнерадостные, чего даже не скажешь о молодежи порой. Ну что ж, к сожалению, заканчивается у нас время эфира. Я напомню, что вместе с гостями в студии мы сегодня общались о таком проекте, как волонтеры финпросвещения «Помощь старшему поколению». Важная работа ведется на территории Тверской области по тому, чтобы пожилые люди знали, как обращаться своими финансами. Чтобы они не попадались на удочку злоумышленников, мошенников. Чтобы они просто умели, не выходя из дома, делать какие-то важные финансовые работы, выполнять. Спасибо большое моим гостям. Я говорю, за участие. Спасибо огромное. Вы смотрели программу «Тема дня». До свидания и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.